Наступило время, когда все экзамены сданы, а площадки для школьников прекратили свою деятельность. Самое время начать ремонтировать учебные учреждения. Именно поэтому сейчас мэр города активно проверяет, на каком этапе подготовки находятся школы. Около двух недель назад Юрий Гришан уже объезжал школы, и тогда он был не сильно удовлетворен темпами всех работ. Что касается 29-й школы, они сейчас на верстале упущены, они полностью изготовили окна для замены. 60% окон уже вставлены, идет заделка межпанельных швов, и вот приступят уже к окраске фасады. И самое главное, что в прошлое посещение у нас не было заключенного контракта по ремонту столовой. Да, я вижу, что работает достаточно много людей, это можно сделать. Вот 1 сентября столовая должна 29-й школе заработать, других вариантов нет. Хуже здесь по эколого-биологическому лицее, здесь работает тот же подрядчик. Но что успокаивает, что все окна изготовлены, на то посещение у нас не хватало профиля. Сейчас профиль весь здесь, окна изготавливаются. Вот пока мы здесь, уже 50 конструкций подошло, завтра еще. И надеемся, что 1 сентября и эколого-биологический лицей будет сдан. Более того, в планах у подрядчика идет покраска фасадов. И если в 29-й школе это успевают сделать до учебного процесса, то в лицее эти работы будут проводить в сентябре. Но не стоит опасаться, что это будет отвлекать детей от учебы. К тому времени останется покрасить только внутренний фасад лицея, где окна выходят с коридоров. И также, чтобы не мешать ребятам и учителям, во дворе не будет каких-либо больших конструкций. Покраской займутся рабочие, которые для этого будут спускаться с крыши на тросе. Кроме этого, во время объезда мэр заметил, что весь газон на школьном поле затоптан и находится в неудовлетворительном состоянии. Поэтому он сообщил администрации школ о том, что нужно связаться со специалистом, который привезет пылесос стоимостью около 20 миллионов рублей, купленный именно для этих целей. Он способен не только почистить поле, но и засыпать необходимым песком поверхность.